Теперь всю обувь, которую продают в стране, необходимо маркировать. Электронный чип должен быть либо на упаковке, либо на самой обуви. Сфотографировав марку на смартфон, на специальном сайте покупатель может получить всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный. Сотрудники транспортной полиции с 1 марта смогут использовать электрошокеры и искровые разрядники. Многие эксперты уверены, что этот закон был необходим, ведь правоохранители боятся лишний раз применять оружие даже для самозащиты. Бить током запрещено инвалидов, беременных женщин и малолетних, правда, если они не оказывают вооруженного сопротивления. С начала марта вознаграждение адвоката будет зависеть от его успешного выступления в суде. При этом премия не будет начисляться за выигрыш в уголовном или административном процессах, а лишь в гражданских делах. Таким образом, адвокаты не будут дополнительно заинтересованы в оправдательных приговорах. С 1 марта начал действовать специальный ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Автомобили, мотоциклы и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовики и автобусы, не предназначенные для коммерческих перевозок, от 50 лет и старше, должны будут проходить техосмотр. С 27 марта банки должны в обязательном порядке уведомлять своих клиентов о приостановлении работы или блокировке их электронных кошельков. Телефонный звонок или смс-сообщение с объяснением причин должны поступить от банка в день блокировки. Татьяна Голубева, день с толком.